МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала «Россия-24» Карачева-Черкесия. Накануне глава Карачева-Черкесии посетил вот Джигутинский район. Рашид Темрезов оценил ход капитального ремонта в школе аула «Новая Джигута», осмотрел строительные работы на автодороге Ост-Джигута-Терезе, побывал в недавно отремонтированном районном центре культуры, а также провел встречу с населением. Подробнее Артор Мхце. Эта школа в ауле «Новая Джигута» была построена в 1964 году и давно нуждалась в капитальном преображении. И вот нынешней весной в образовательном учреждении, рассчитанном более чем на одну тысячу учащихся, начались ремонтные работы. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов оценил нынешние изменения, обошёл здание школы и прилегающую территорию. По словам руководителя подрядной организации, срок сдачи объекта — конец нынешнего года. Однако строители сделают всё возможное, чтобы ближайший день знаний стал для сельских деток настоящим праздником. Заменена кровля, практически завершена штукатурка, на 30% выполнена работа по шпаклёвке, на 80% выполнена работа по замене электричества. В целом готовимся к работам по отделке фасада и замене инженерной коммуникации. Рашид Темрезов также дал поручение оснастить помещение образовательного учреждения новой мебелью и благоустроить прилегающую к зданию территорию. В итоге это будет, по сути, новая школа. Во время поездки глава региона осмотрел участок автомобильной дороги Учжигута-Терезе, на котором сейчас ведётся возведение моста через реку. Планируется, что первые автомобили проедут по нему в конце лета. Далее руководитель республики посетил Центральный парк «Столетие» Карачаев-Черкесии, в котором сейчас проходит масштабная реконструкция. Эта зелёная зона отдыха в Учжигуте год назад стала победителем всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения». В ближайшем будущем здесь создадут все условия, чтобы радовать различные категории населения. Кроме того, Рашид Темрезов оценил завершённый в 2022-м капитальный ремонт районного центра культуры. Он встретился с представителями учреждения, которые продемонстрировали в действии, установленную в зале мультимедийную аппаратуру с качественным звуковым сопровождением. В свою очередь глава республики предложил использовать зал, в том числе для проведения киносеансов. А в районной администрации состоялась встреча с жителями муниципального образования. Каждый из пришедших надеялся на решение крайне важных вопросов в различных сферах. Одной женщине необходимо своевременно получать для ребёнка специальное питание. Другой нужна поддержка для реализации бизнес-идеи. Третьему – помощь для создания удобства и многодетной семье. Александр родом из Донецкой народной республики. В начале прошлого года приехал с большим семейством в Карачаево-Черкесию, получил гражданство. Теперь оформил все необходимые документы для проведения коммуникаций. Однако сроки ему затрудняются назвать. Рашид Темрезов пообещал, что со стороны ресурсоснабжающих организаций проблем быть не должно. Есть мысли строиться или будем возвращаться домой. Ну посмотрим, как будет получаться. Потому что с нуля тяжело всё начинать. Ну давайте, у вас всё-таки семья очень многодетная. И мы, наверное, подумаем, либо там грант от меня, там выделим вам, так что вам полегче было начинать. И вот у нас здесь Евгений Александрович, заместитель председателя правительства, курирующий строительство. Я думаю, Мурат Романович, у нас не должно быть никаких проблем, сейчас вам выступать не надо. Я думаю, что вопрос там сегодня-завтра вы решите по всем тех присоединениям. Или газовики, энергетики, все там коммунальные службы, всё это сделать. А я вам предлагаю всё-таки начать потихонечку строиться. По каждому поступившему в этот день обращению будут приняты все необходимые меры для улучшения жизни граждан. Артур Махцера Солбердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Глава Карачаево-Черкесии поручил главе администрации Уст-Жигутинского района в ближайшие два года сделать акцент на развитие реального сектора экономики. В формате двусторонней встречи Рашид Семрезов и Мурат Лайпанов обсудили текущую социально-экономическую ситуацию в районе итоги первого полугодия. Уст-Жигутинский район успешно участвует в приоритетных национальных проектах, республиканских программах. Глава Карачаева-Черкесии поручил Мурату Лайпанову в ближайшие два года не сбавлять хороших темпов строительства социальной инфраструктуры, который набрал район за последние 10 лет и далее сконцентрироваться на развитии экономики, создании новых рабочих мест, открытии новых предприятий. 9 тонн питьевой воды из Карачаева-Черкесии направили в Южный военный округ. В формировании груза приняли участие председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, сенатор от нашей республики Крым-Казаноков и региональное отделение партии «Единая Россия». Часть груза по обращению военного комиссара Карачаева-Черкесии поступит в военный клинический госпиталь в Ростове-на-Дону. Остальное будет направлено на нужный Южного военного округа. По поручению главы нашей республики в рамках работы оперативного штаба идет работа по оказанию помощи нашим военнослужащим, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Но сегодня тот случай, когда мы отправляем груз не именно нашим ребятам, а отправляем в Южный военный округ. Этот груз сформирован при поддержке наших сенаторов, сенатора от Карачаева-Черкесской республики Крым-Казанокова и его коллеги Виктора Бондарева. Этот груз состоит сегодня только из воды. Ко дню экологов Карачаева-Черкесии стартовал марафон зеленых дел. Акция проходит в 89 регионах России, в том числе и в Карачаева-Черкесии. Ее цель – вовлечение широкой общественности в экологические мероприятия в нашей республике. Работы прошли по уборке берегов реки Кубань в Узжигуте, также в станице Преградной, Тиберде, Нижней Тиберде и в Карачаевске. Провели экологические субботники и в Ногайском районе, в том числе и на предприятиях. В Кочегу имени Умара Алиева прошел республиканский конкурс научно-исследовательских работ и социальных проектов «Многоликая Карачаева-Черкесия». Участвовали школьники, студенты колледжа и вместе со своими научными руководителями. Конкурс проводится в целях развития интеллектуально-творческого потенциала обучающихся путем совершенствования навыков исследовательской работы. Из Карачаевска. Алихан Лепшоков. Участники республиканского конкурса «Многоликая Карачаева-Черкесия» состязались по таким номинациям, как «Политика», «Экономика», «История» и «Культура». Это прекрасная возможность детям развивать научно-исследовательские навыки, имея важное значение для их будущей профессиональной и личностной ориентации. Проректор по научно-исследовательской работе Кочегу Марина Кубанова подчеркнула, что данный конкурс уже является традиционным, который собирает талантливую молодежь республики. Я ответствую на нашем мероприятии и надеюсь, что оно будет очень знаковым в вашей жизни. То есть, поскольку цель и задача этого конкурса это стимулировать научную деятельность, активизировать и стимулировать научную деятельность молодого подрастающего поколения, я думаю, ваши дороги, которые вас аминтировали на участие в этом конкурсе, носят такой очень большой век, уже не надо, процесс. Роль молодежи в политической жизни региона, условия успеха молодежного бизнеса, экономика Карачаева-Черкесии в условиях ужесточения санкций, история перспективы развития туризма в республике, здоровый образ жизни и вредные привычки, искусство изготовления войлочных ковров, истории населенных пунктов региона и многие другие темы были освещены юными следователями. Сегодня я вам расскажу о происхождении халвы. Халву, которые все народные в нашей республике, консервативные репокультурные традиции абазин, тесно переплетены с кулинарным изобретением предков, которым дорожат абазины сегодня. В рамках конкурса для всех участников была организована экскурсия по археологическому музею Качегу. Его заведующий Ахмат Айбазов рассказал о представленных экспонатах и ответил на вопросы ребят. У нас музей отличается тем, что он исключительно археологический, я уже повторяю, видимо, это все. Все находки, они обнаружены на территории Карачаева Черкесии. Чтобы вы понимали важность во всех смыслах, самым древним предметом является предмет, которым более 5000 лет на сегодняшний день. Они все обнаружены на территории Карачаева Черкесии. Мероприятие продолжилось конкурсом национальных блюд, который стал также способом популяризации сохранения культурных традиций Карачаева Черкесии. Конкурсанты представили кулинарные работы и рассказали об истории появления этих национальных блюд. С пирогами, посмотрите, связан обряд, который называется «Три пирога». А эти обычно осетинские пироги готовят на большие ритуальные, семейные или религиозные праздники. По завершению республиканского конкурса исполняющий обязанности ректора Качагуу Таусултан Узденов высоко оценил работы участников и подчеркнул, что эти состязания дают толчок в изучении богатого культурного наследия Карачаева Черкесии. Если вы любите Карачаевчу Черкесию, а любовь бывает крепкой, прочной, когда любовь подкреплена знаниями, наши эмоции, чувства, они продолжительны, они не рушены, когда наполняются чем? Пониманием, осознанием. И вот наша работа направлена именно на это. Победители и призеры республиканского конкурса были отмечены дипломами и денежными сертификатами. Алихан Липшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева Черкесия, Карачаевск. Родители более 37 тысяч детей в Карачаево-Черкесии получают единое пособие в максимальном размере, рассказали в социальном фонде республики. Напомним, ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей – это мера государственной поддержки семей, чей средний душевой доход – меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. Социальный фонд назначает единое пособие в формате социального казначейства. Это значит, что для получения выплаты родителям достаточно подать заявление через портал Госуслуг. При этом для всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении и таким образом оформить выплату сразу на каждого ребенка. По всем возникающим вопросам вы можете обратиться к специалистам социального фонда Карачаева-Черкесии по телефону «Горячие линии» в рабочие дни с 8 до 17 часов. Накануне исполнилось 224 года со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, а также в этот день в России отмечали День русского языка. В Черкесске прошло мероприятие, посвященное Дню рождения Великого поэта. Оно было организовано региональным отделением Коммунистической партии. Али Баташев подробнее. Дать дань уважения Великому поэту, философу, драматургу, парадоксальному гению, который смог поставить литературный мир в нынешнее его состояние. К памятнику Великого поэта возложили цветы и венки. Пенсионер Раиса Погребнякова 54 года своей жизни преподавала в школе русский язык и литературу. Ее отношение к произведениям Пушкина всегда было и остается восторженным. В школе я всегда на первом месте ставила его творчество. Старалась привить любовь детей к творчеству поэта. Действительно, его стихи мелодичны, его стихи патриотичны. Они звучат громко, емко, призывно. Школьники Ярослав Дорохин и Полина Сорокина прочитали несколько стихотворений «Птичка» и «Сказка о царе Салтане». Кабы я была царица, третья молвила сестрица, то для батюшки царя родила богатыря. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела. И в светлицу входит царь, стороны той государь. Мир Пушкина велик и многообразен, говорили выступающие. С творчеством солнца русской поэзии мы знакомимся в детстве. Оно сопровождает нас на протяжении всей жизни. С детских сказок, начиная его с произведений, мы все впитали это состояние русской души, русские сказки, которые были. Его произведения, когда мы были старше класса, его великие произведения, когда уже мы взрослые были, он многогранен. С праздником вас всех, удачи во всем, чтобы мы никогда не забывали. Добротный русский язык в произведениях Александра Сергеевича Пушкина. Язык, который сопровождает нас от рождения и до сегодняшнего дня, и, надеюсь, во веки веков. В этот день у памятника Александра Сергеевича на Зеленом острове было особенно оживленно. Волшебное лукоморье, сидящий на ветвях русалкой, ученый кот на золотой цепи и сам поэт, воплощенный в памятники, напоминали о том, что над настоящей поэзией время невластно, и Александр Пушкин по-прежнему наше все. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Что нужно делать, чтобы увлечь читателей книгами на бумажном носителе? Какова специфика работы библиотекаря, а также о многом другом? Нашему корреспонденту Белле Джазаевой рассказала заведующая отделом универсальных фондов национальной библиотеки Михаил Матбайрамуковой Соня Гагуева. Интервью смотрите далее, а наш выпуск завершен.